Руководителем клуба «Брянский фронт» Дмитрием Куренковым Он играет революционного комиссара Вот видите, вот он пошел в кожаной курточке такой, в кожаном плаще Это стреляющая Ну что, стреляющая? Ну, все, нормально Патроны? А там, значит, катавры Уважаемые гости, уважаемые облицельчане Теперь можно говорить даже так Сегодня мы посмотрим с вами небольшой элемент Исторический такой элемент Боя или даже, я не знаю, сценки Которая вполне случалась в 17-18 году Но, будем говорить так В те стародавние времена люди жили совсем по-другому Были сословия Были сословия дворян Были купцы Были казаки И были сословия другие Это рабочие, крестьяне Рабочие в сословия вообще не входили И, соответственно, русский народ чувствовал Несправедливость Несправедливость Каждому хотелось место под солнцем Каждому хотелось стать барином И в 17-м году, вы знаете, в феврале 17-го года Наш император Николай II Был вынужден уйти в отставку Отрекся он от престола В пользу, правда, своего брата Михаила Но один очень нехороший генерал Обрезал кусок телеграммы И о том, что наш император, государь император Отрекся от престола Стало известно в высеченном виде То есть весь русский народ Вся империя узнала о том, что император Николай II Просто отрекся от престола Хотя на самом деле он отрекался в пользу своего брата Но случилось то, что случилось И началась революционная ситуация в стране Когда все хотели получить чего-то от жизни Кто свободу, кто волю, кто землю И в конечном итоге мы доигрались Не до того театра, который сегодня будет показан перед вами А до крови Когда брат пошел на брата Сын на отца И стали из русского оружия убивать Столб Очевидно, они ждут прибытия какого-то подразделения Которое придет в гости Они ведут светские беседы Разговаривают В беседе участвует гимназист Видите, гимназист вас поприветствовал Снятие в куракте А мы его никак не поприветствуем Я не знаю Давайте поприветствуем его А барином полновесно Вот Ну, Прохор пытается проявить полное уважение к юному барину Посмотрите, как он унижается, но он выполняет эту работу А помните, Чередана, он же чистил сапоги Но правда за деньги, 20 рублей с каждого собирал Ну, ему тоже хорошо живется, потому что он получает с барского стола объедочки И получает зарплату какую-никакую И чувствует себя хорошо Видели, я про него говорил, а он там прям из кустиков-то и высунулся Вот Вот, да, посмотрите Барин, батюшка, барин Дайте, пожалуйста, там мне сигареточку Ну, не было там сигарет, были папиросы, еще раз говорю Вот они ими и попыхывают Сидят дамы, а два капитана бывшей императорской армии Их подчивают и угощают А медсестра закончила свои Сестра милосердия, тогда говорили так Свои действия И капитан строго хочет узнать, что с этим солдатом дальше делать И он отправляет его до гарнизона А саму сестру милосердия приглашает к своему столу Вот видите, он говорит, Прохор, неси стул И откуда он должен в лепешку разбиться, но стул принести Где он его будет брать, непонятно Вот, посмотрите, пробежал на полусорнутое, застыл, но он ее найдет В это время, смотрите, стоят две барышни-крестьянки Они одеты, конечно, по скромнее, чем дворянки Они стоят за клумбой и о чем-то разговаривают В это время Капитан, старший на усадьбе, барин С усищами видели какими Пошел смотреть, как поживает его гарнизон Как живут его солдаты Накормлены ли они Или что у них там в сухарных сумках Не случилось ли какого раздора Но проверит свою Будем говорить так, армейскую Выправку, в том числе, у своих солдат Ну, будем говорить так Мы видим, еще одна сударыня идет Она подходит к дворянкам То есть уездный съезд Видите, мужчин очень мало, потому что они все на фронте А они съехали сюда со всех практически окраин и усадьб Чернского уезда Вот, они приветствуют друг друга Кефи такие галантные идут И гимназист, конечно, увидев молодую даму Тоже вот принимает участие во встрече молодой юной сударыни По-прежнему он обращает внимание на Прохора И говорит, вычищай, вычищай эту клумбу Может быть, уже там и не осталась даже листочка Но, например, такая барыня, как Варвара Тургенева Она специально просто замучивала людей работы Только для того, что ей было просто нечего делать И вот, ну, щипайте траву, она могла сказать И 200 человек крестьян выходили и ее реально щипали А не обрабатывали там, предположим, с помощью косы или серпа Вот так было Но это было в крепостное время А с действия, с 1861 года, крестьяне были как бы уже лично свободны Но все равно они зависели от дворян Унижают по-прежнему Прохора А здесь, смотрите, капитан решил пройтись с дамой До усрать бы Очевидно, они решили поговорить о чем-то о своем И здесь мы видим, идет отряд Отряд правительственных войск Разношерстный отряд У них разные нашивки И разные погоны И привел отряд ЕСАУ Капитан Тоже капитан, но по-казачьи ЕСАУ, это капитанское звание ЕСАУ доложил старшему на усадьбе, что привел группу солдат Которые присланы Ченским уездным Ченским уездным комитетом Временного правительства Смотрите, что происходит Очень грозный, конечно, капитан Он подозвал себе прапорщика В это время представился перед дамами ЕСАУ Казачий Небольшая неточность Там он с капитанскими погонами на наш манер Это под ЕСАУ Здорово, братцы! Здорово! Слышали, да? Они поприветствовали ваше благородие Слышали? Первый раз, что ли, на фронте? Это сводная команда Слышная команда, которая скоро попадет на фронт Чем пахнет? Тогда Царская армия Очень часто применялись, в том числе и телесные наказания Вы видите, что боятся все этого капитана А знаете, почему боятся? Потому что он мог дать в лицо сразу перчатку Понимаете? И сбить за порог шомполом И за это не понес бы никакого наказания А у нас сейчас даже подзатындичек дать нельзя А тем более по поте стукнуть ребенка Сразу можно получить 4 года тюрьмы А тогда, пожалуйста, мы же вот видели Он на них практически наорал, очень грубой форме И мог и ударить Мог прямо в строю это сделать Еще обнаружили одного раненого Тоже переменялся в руку Что-то случилось Кто умирает, зови лекаря Кто пустил эту сволочь сюда? Подавите лекаря, прошу вас Я таких порол на фронте ротами Сейчас я этого запарю Тупой, капитан, что делать? Зарубить! Что же вы творите, барин? Как ты смел, тля! Мужики! Смотрите! Пришел, пришел человек Который сказал, что умирает крестьянин Стоять! Стоять, куда пришли? И пришли заступаться за него Семья и Семья Мужиков обижает Что, мужиков, амидия? Они куда вошли? Это что, по-вашему, ваши халупы? Это усадьба Мужиков, почему дровые? Шапки долой, почему префицарик шлеба? Долой, картузы! Кабинан, рубим эту сволочь! Пошел! Смотрите! Мужики! Смотрите! Мужики, что его затирайте? Вот как с этой надо обходиться Попомнишь, барин? Попомнишь? Попомни! Попомни! Ну вот, смотрите, вот так оно и было Гуляли в баре Пришли люди, сказали Помирает человек Вместо того, чтобы разобраться Человек был Оскорблен, унижен И даже зарублен И открыт огонь Сразу же На людей, которые Вперед, смотрите! Они взяли в руки оружие И стали штурмом брать Иссадьбу Так, вызывай полицию! Вперед! 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 Давай! У нас в доме женщины, дети Прекратите стрелять Вперед, дети! А думаетесь! Да что ты? Ты когда мужика рубил, думал? Вперед! Вперед! Вроде в кого мы говорим? Вперед! Ну тут жертва, конечно Так, вон, давай в дом! Давай! Давай, ребят! Погибают! Давай в дом! Дом не пущу! Погибают и с той стороны И с этой стороны Наши русские Вы видите, что восставшие люди Погибают в барском дом И пытаются вести бой уже внутри Барского дома И вот уже победа И Уже по сути По сути Захвачен дом Пошел! Пошел! Пошел, ебаный! Давай! Пошел! Давай! Пошел! 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 Крестьяне, конечно, прошли подготовку на империалистической войне И все... И застрелили капитана старшего на этой усадьбе И теперь можно подойти уже к барскому столу И взять что-то с этого стола И теперь уже думать о том, как устанавливать новую власть Советскую власть В этой усадьбе А по сути, еще раз говорю Русский убил русского Гражданин одной страны Не разобравшись Только сила оружия Решил этот спорт А смотрите Две крестьяночки стоят и щелкают семечки Для них это было просто развлечение Они посмотрели, как мужички ихние все-таки взяли И перестреляли всех дворян и бар в этой усадьбе Но там внутри еще остаются в заложниках девушки и женщины, дворянки И вот смотрите, появился комиссар Жабанский стол Который уже чувствует себя хозяином этой усадьбы В правой руке у него Маузер И все говорит о том, что он самый старший теперь здесь, на усадьбе Но мы помним, что Прохор-то оказался верным в бой своих хозяев И сейчас смотрите, что он будет делать Дожидается он того момента, когда крестьяне Празднует победу Подал сигнал условный И вызвал на помощь Отряд регулярных правительственных войск Внимание, отойдите подальше от орудия Корреспонденты Христиане Христиане пытаются оказать сопротивление Бой продолжается Не бойтесь, это шахта дымовая Все под контролем Разгорается огонь Уже 200 жертвы и среди крестей Оставшие Стреляет пушка по прежнему И подниму оба ворит своих бойцов вперед Стреляет пушка по прежнему Все под контролем Готовили Видите бой Приложается Сверху открыл огонь Боец в дикой дивизии Сейчас он откроет огонь Из пулемета Максима Он там долго его прилаживает Отходи, я прикрою Ну и крестьяне Три ноги выносите девки Оттаскивают девки И вот тут казаки Вот они Видите, казачки Они под ЕСАУ погибли Оттаскивают девки Дям Продолжение следует...